Салат Оливье Салат Оливье встречает каждый свой Новый год, а в это время, по указанию Путина, началась переброска сил Минобороны в Крым. Переброска сил Минобороны в Крым. Это 24 декабря, друзья, в Крым. Зеленых человечков забыли уже? Не забывайте, друзья, не все так просто. Еще только все начинается с Крымом, но боюсь, что будут идти события за событием. То есть мы будем видеть их освещение хотя бы минимальное в прессе, а потом будет молчок. Потом мы не узнаем уже многое, что будет твориться в Крыму. А пока я вам спешу сообщить, что в Крыму начали прибывать самолеты военно-транспортной авиации ИЛ-76 Минобороны России с оборудованием и медицинским отрядом специального назначения. По поручению президента России Владимира Путина, оборонное ведомство в кратчайшие сроки развернет на полуострове два мобильных госпиталя для помощи в борьбе со всякими там известными болезнями. Или с чем еще, друзья? Крымчане, берегитесь! Крымчане, будьте наготове! Крымчане, ушки на макушке! Иначе бедные крымчане будут еще что-то делать. Я не могу все вам рассказать, друзья. На самом деле, из того, что я понимаю даже, не просто знаю, а просто понимаю. Ну вот Минобороны уточнили, что первый вылет еще был ночью из Ростова-на-Дону и уже приземлился в Симферополе. Еще три таких же самолета, осуществляющие переброску отряды специального назначения Южного военного округа, вылетели утром. В составе подразделения будет переброшено сотня военнослужащих и около ста тонн всяких средств. А какие средства? Могут быть это медицинские средства, могут быть еще какие-то средства, мы не знаем, друзья. Но вот известно, что они объявили, что они рассказывают о себе, что в состав такого госпиталя входят несколько отделений. Приемно-сортировочное, госпитальное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое. Так что, друзья, в соответствии с распоряжением Путина, министр обороны дал указание о развертывании сил, медицинских сил на полуострове Крым. Один отряд будет расположен в районе Симферополя, а другой отряд пойдет в сторону Ялты. Здесь, друзья, в этом сообщении нужно обратить внимание на то, что военные борты идут военные, а не гражданские. Что люди военные, это целые отряды, спецназначения по 100 человек военных. Это серьезная операция на самом деле. Операция, я не знаю, как она называется, но такая серьезная операция наверняка имеет название свое. И меня, как аналитика, берут большие сомнения о том, что это будет с чем-то связано по здоровью людей. Я так понимаю, что это будет связано с чем-то другим. А с чем другим, друзья, мы не знаем. Может быть, Турция готовится к захвату Крыма? Или еще кто-то готовится перекрыть Черное море для российских кораблей? Мы этого не знаем. Ну, или все-таки Украина вдруг решит забрать свой Крым обратно? Понимаете, события настолько яркие и сумбурные, что трудно определить, что зачем следует и кто где играет первую скрипку. В том, что Турция и Украина могут объединиться, друзья, ну, возможно, возможно, они объединятся. В том, что Турция недовольна, что ей не дали первое место в организации халифата, и что Стамбул не будет никогда столицей халифата. А они планировали. Это тоже возможно. Может быть, именно по этому поводу Путин бросал стулья в Эрдогана. Вы помните, был такой эпизод. У меня был он, я его несколько раз повторяла. Это было довольно смешной, когда Путин бросил стул. Но, конечно, друзья, мы понимаем, что политика, она, как нам казалось, очень серьезная вещь. А если взять это просто, как бандитские разборки, то какая-то серьезная вещь. Политика. Это просто бандитские разборки идут. Да, вот есть самолеты, есть вооружение, есть техника. И эта техника сейчас перебрасывается в Крым. Крым у нас военный плацдарм. Это нужно понимать. И если это так, то следующее лето, оно не будет для туристов привлекательным. Туристы будут только вздыхать и ехать мимо. А куда мимо? А мимо уже некуда. Но если только в Сочи, в Сочи крутые ночи, возможно, будет так. Что же касается крымчан, друзья. Конечно, вроде как можно посмеяться. Все это смешно, когда просто говоришь как бы абстрактно. Но когда это будет касаться внутри крымчан, я не связываю это, друзья, ни с каким здоровьем. Просто связываю это военная операция. На самом деле это простая военная операция. Под прикрытием и с каким флагом, это не важно. Это просто идет военная операция. И вы должны это понимать, что у вас Крым становится очагом. Очагом, который может вот-вот, скажем, разгореться. Ну, мы же имели Албанию, Сербию, Хорватию. А почему бы это не стал теперь Крым? Да, друзья, Крым нужно очищать. Ведь совершенно много ненужного люду живет в Крыму, которые, ну, занимают места. Места, которые должны принадлежать олигархам. А как олигархи будут с вами справляться? Вот взять город Судак. Ну, куда деть жителей? А ведь такое красивое место, да? Куда деть жителей, друзья? Поэтому, когда разворачиваются войны, то именно войны, друзья, отвечают за то, чтобы расчистить площадку от населения. Здесь Симферополь, Ялта. Ялта, конечно, прекрасное место. И очистить Ялту, но, я думаю, кому-то это очень надо. Ведь Алушта у нас под Дмитрием Медведевым, которого, возможно, уже нет. И бразды правления передали кому-то другому, Грефу или еще кому-то, да? Мы с Меганом, о котором сегодня так кричат крымчане, когда уже его отдали, когда уже поставили заборы двух с половиной метровые, а то и трехметровые, вот тогда крымчане только поняли, что весь подход к морю будет закрыт и перекрыт. Конечно, друзья, это не ваша земля. Вы можете сказать, мы крымчане коренные. Вспомните, какие вы коренные крымчане. Когда вы туда приехали, дорогие мои крымчане? Вспомните, до 58-го года Крым был пустой. Где это ваш Крым? Расскажите, а? Где вы коренные крымчане? Это чьи-то дома. Ваши родственники, если вы с 58-го года, ваши родственники приехали и заняли чужие дома. Дома крымских татар. Не только. Дома немцев, дома болгар, дома греков, дома итальянцев, дома французов. Это население, дома караимов, которые жили здесь. И они были убиты в большей степени и в меньшей степени депортированы. Вы заняли чужие дома. А потом говорите, мы коренные здесь жители. Нет, друзья, вы не коренные. А Россия действует по принципу, который тут временная слазь. Пожили, порадовали жизни, почувствовали себя владельцами данной волшебной земли. А теперь можно и в другие места податься, друзья, что и будет делаться, я так понимаю, в Крыму. Это, конечно, мое личное мнение, мнение аналитика, мнение специалиста по национальной безопасности с красным дипломом, закончивший Академию госслужбы при президенте Российской Федерации кафедру национальной безопасности. Так что мое слово, в общем-то, наверное, что-то значит. В этой связи, друзья, вы никогда не кичитесь, что мы крымчане. Вы крымчане, которые ничего не сделали для своей земли. Которые кроме воровства, кроме хапужничества, мошенничества, ничего не знаете в Крыму. Есть, конечно, среди крымчан достойные люди. Есть люди, которые ратуют все-таки за справедливость. Есть люди, которые хотят добра Крыму и хотят чистоты в Крыму. Но таких в меньшей степени. В большей степени это все-таки пособники бандитов, которые служат сегодня бандитам. Хотя никто из вас не захочет признаться, что служат бандитам. А бандиты с 90-х годов, с 80-х годов, они оседлали Крым вот так, серьезно и сильно. Поэтому то, что российские войска входят туда и будут сегодня, может быть, так заниматься своей операцией, совершенно другой, не той, которой объявлено, друзья, может быть, это и хорошо, может быть, да, расчистят от бандитов. Хотя бандиты все дружат с КГБ. КГБ помогает бандитам, они помогают бандитам. Так было всегда, друзья. И то, что они дружат с КГБ, дружат с ФСО, они думают, что они спасутся. Но спасутся ли они или нет, друзья, мы этого не знаем на самом деле. Поэтому давайте подождем, посмотрим. Но мне кажется, все будет жестко. Может быть, не столь жестко, сколько в сталинское время было жестко. У Сталина по-другому все было. Было совсем жестко. Сталин просто туда ввел две армии. Две армии ввел в Крым Сталин. А как вы думаете, должна была происходить депортация в течение двух-трех дней, чтобы никто никуда не разбежался. Вот так, да, под утро. В 4 часа утра или в 2.30 ночи в 4 утра приходили, и всех людей сонных гребли и сгребали на машины, и отправляли на поездах и на баржи. А уж куда эти баржи приплыли, куда эти баржи причалили, мы, друзья, этого не знаем. На мой взгляд, то, что я знаю, баржи все выгружали своих пленников, выгружали в море. Но это так. Это как бы одна часть истории. Она может быть неполная, но это одна часть истории о крымчанах. Куда делись крымчане. И то, что касается домов, друзья, когда ваши родственники занимали дома, дома, принадлежащие кому-то, хозяевам, до вас, и вы радовались, заезжая в хорошие дома, то теперь в ваши дома кто-то захочет заехать и также будет радоваться. Бумеранг. Бумеранг жизненный бумеранг. Никуда от него не денешься. И когда вы что-то делаете, друзья, когда вы кого-то обижаете, когда вы делаете, творите несправедливость, вы должны понимать, что бумеранг вернется, может быть, не к вам лично, но к вашим детям точно. Я Таня Карацуба. Сеетбургхан. 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 Продолжение следует...